Доброе утро всем тем, кто встречает этот день вместе с нами, с Александром Ткачевым и с Алией Салямовой, которые традиционно вещают сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. Мы желаем вам доброго, бодрого и, самое главное, нового утра. И надеемся, что оно у вас обязательно сложится удачно, если вы проведете эти два часа вместе с нами. Ну, я думаю, что дополнит картину хорошего дня хорошие новости. Да, давай расскажем о том, что вдруг неожиданные находки и рисунки, и другие археологические находки были найдены во время реставрации Ханского дворца в Бахчисарае. Масштабное мероприятие планируют закончить к 2022 году. И выделят на него порядка двух миллиардов рублей. Юрий Авдеев побывал в самых тайных уголках исторического комплекса и увидел, как проходит реставрация. Возле древних стен крепости идут ожесточенные бои. Стрелы, копья, средневековая артиллерия. И это не съемки продолжения культового сериала «Игра престола». В театрализованном сражении, ображаясь языком средневековым, в Бугурте задействовано около 200 человек. Это участники клубов исторических реконструкций из России, Украины, Беларуси и Молдовы. Мне всегда это было интересно. Ну знаете, рыцарские романы, романтика, что такое. Я пошел, решил попробовать и мне понравилось, что можно безнаказанно бить людей. Я сделал себе доспех и уже в 2015 году приехал сюда впервые, чтобы принять участие в железных боях. И слово «железный» здесь имеет буквальное значение. Средний вес доспехов 30 килограммов. Сражаются рыцари по-настоящему, без шуток и поблажек. Средневековые забавы в свободное от захватнических дел время. Да убоится любой супостат граблей народной войны. Каждый зритель, а их здесь сотни, невольно становится действующим лицом этой рыцарской саги. Отложив в сторону смартфоны, мужчины оттачивают стрелковое искусство. Атмосфера помогает, наверное, попадать. И если даже взрослые поверили в ожившую средневековую сказку, то дети буквально в нее вписались. Будто бы ты настоящая королева, и тебя защищают два рыцаря смелых. Это не просто фестиваль, а настоящий средневековый город, разбитый на несколько кварталов. Здесь заманивают рукодельными сокровищами торговцы, а здесь мастера помогут вам самим создать уникальный крымский сувенир. Я рассказываю, как ставить ручки, и у вас будет свой горшочек, вазочка или мисочка. И будет у вас то, что за деньги не купишь. Воспоминания, ощущения. Меха, собранные по аналогам 13 века. Горн и раскаленные угли. Кузнец в средневековье – должность почетная. Ему доставляли добытое железо. И он уже перековывал это на мечи, на орала, будем говорить так, на копья. Делали доспехи. И все это на фоне древнейшей европейской крепости – Генуэзской. Мощные стены и богатая история которой буквально созданы для такого события. Ненадолго стать жителем средневековья любой желающий сможет на протяжении практически всего августа. Фестиваль продлится с 9 по 11 и с 16 по 17 число. Поэтому не упустите свой шанс стать героями рыцарского романа. Из-за короля трата-та-та. Всех порубаем, всех одолеем. Королеву и короля. Оксана Куприянова, Руслан Князев, Новости 24, Судак. Дворцов у нас много, не ровен час и запутаться. Но, конечно, перепутать Куприянову с Авдеевым довольно сложно. Действительно. Стоит отметить, что сейчас вы увидели сюжет о том, что у нас прошел рыцарский турнир под названием «Генуэзский шлем». Он проходил в Судаке традиционно уже не первый год. И вот Оксана Куприянова там побывала. А сейчас мы предлагаем как раз таки посмотреть, как же проходит реставрация Ханского дворца. Этот каменный цилиндр пролежал в земле не одну сотню лет. Его обнаружили во время ремонта на территории дворца. Оказалось, загадочный предмет – часть конструкции огромных солнечных часов. Здесь была площадь. И, вероятнее всего, они стояли для… Главное назначение – это пять раз в день, чтобы Муэдзин приходил и смотрел время намаза. В мечети, пережившей века, заменили кровлю. Однако внутреннее убранство только предстоит восстанавливать. Знаменитая мечеть Бахчисарайского дворца – Хан Джами. Сейчас она находится в стадии реконструкции. Но службы здесь не прекращались никогда. Впрочем, сам великий Хакан двух морей и двух материков здесь никогда не молился. Для него была сделана персональная молильная комната. Защищенное помещение, называемое Ханская ложа. В дворцовом комплексе уже прошли противоаварийные работы. Установлен временный металлический навес. Обустраивается система водостока. Я лично и прихожане мусульмане, наши посетители, они очень желаем, чтобы в самом кратчайшем образе и на лучшем образе наша мечеть вновь открыла свои двери для мусульман. Впереди самая сложная. Реставрация 16 зданий Ханского дворца обойдется в полтора миллиарда рублей. Необходимо привлечь специалистов высочайшего класса, специалистов-реставраторов. Возможно, понадобится методологическая помощь соседней страны, Турции, потому что культура исходная. Особенно в части восстановления минаретов над Большой Ханской мечетью. Для того, чтобы люди пришли и сказали, замечательно. Археологические находки показали, что в истории дворца еще много белых пятен, и ученым предстоит много открытий. Мы ждем проведения реставрационных работ, которые в итоге нам покажут очень красивый дворец, каким его описывали путешественники. Мы ждем, что эти реставрационные работы, наконец, откроют ту часть историй, которая была еще скрыта. Впрочем, много вопросов оставляют и те артефакты, которые уже давно в экспозиции дворца-музея. С ними практически не работали ученые. Помещение мавзолея для посетителей закрыто. Здесь собраны уникальные памятники истории и культуры, как, например, вот это надгробие 14 века, периода Золотой Орды. На нем можно увидеть кентавра, хотя в исламе существует запрет на изображение людей и животных. Первый этап ремонтно-восстановительных работ завершен. Впереди самые масштабные за всю историю Ханского дворца археологические и реставрационные работы. Данные мероприятия должны быть в целом завершены до 2022 года предстоящего. Это является одним из самых крупных объектов, который реализуется в рамках ФЦТ. ФЦП порядка двух миллиардов было Министерством культуры надоложено. По окончании работ выставочные площади музея-заповедника планируют увеличить. Потенциал у исторического комплекса огромный, как и интерес крымчан и гостей полуострова. Золотая или фруктовая комната много лет не открывала свои двери. По крайней мере, за последние три десятилетия мы здесь первые посетители. Предполагается, что именно здесь находился личный кабинет крымского хана. Это помещение также ожидают реставрационные работы. Юрий Авдеев, Иван Евдокимов, Новости 24, Бахчисарай. Симферополь Оказывается, что этот июль стал самым холодным за последние сто лет в Москве. Я думаю, что касается Москвы, касается и нас. Там ту аномалию, которую переживают москвичи, не было действительно целый век. Целый век. Более того, нужно сказать, что целый год немножко странно. У нас уже несколько лет подряд патологически теплая зима, почти субтропическая. Морозов ниже 7 градусов в Симферополе не было. То есть при такой температуре у нас бы и апельсины могли расти и не замерзать. Ну и надо сказать, что, конечно, очень сильно сдвинулись осадки. То есть большая часть из них приходится на весну, хотя по идее должно быть большая часть зимой. Ну а зато знаешь, Саш, наблюдаем, что у нас лето теперь длится не 3 месяца, а иногда 4 и 5. Не знаю, насколько это хорошо. Хотя обещают, что этот август, ну по крайней мере его начало, будет немного холодным и сухим. Это тоже очень хорошо. Ну это ощущается прямо сейчас. Ну а вообще, чем же сегодня, что же сегодня ожидать от атмосферы, давайте узнаем из следующего сюжета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну я предлагаю озвучить погоду, это будет полезно. Итак, сегодня в Симферополе переменная облачность и без осадков. Хотя местами возможен небольшой дождь в течение дня. Более того, ветер северо-западный 13 метров в секунду. И днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Ну а стоит отметить, что в Севастополе, в городе Героя, там сегодня тоже переменная облачность. И как раз таки осадков не ожидается. Будет дуть ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов со знаком плюс. На южном берегу Крыма переменная облачность, местами небольшой дождь и даже, возможно, гроза. Ветер северо-западный 13 метров в секунду. А днем воздух прогреется до 27 тепла. В Керчьи там тоже переменная облачность. Сегодня хоть дождей не ожидается, но зато порывы ветра могут достичь аж 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 27 градусов выше нуля. Ну и, конечно, традиционно самая приятная информация – это температура морской воды, которая радует. В Феодосии – 25, в Алуште – 25, в Ялте – 25, в Севастополе – 26, в Евпатории – 24, в Керченском проливе – 25, а в Азовском море – 24. Мне кажется, вообще отличная температура, погодные условия для того, чтобы как-то разнообразить свой культурный досуг. И, например, с 8 по 11 августа отправиться в Массандровский дворец, где в эти дни будут проходить целые массовые мероприятия, предназначенные как для детей, так и для взрослых. Стоит отметить, что в первой половине дня до полудня там будут в основном квесты и какие-то развлекательные игры для детей. А уже во второй половине дня после 12 будут просмотры кинофильмов. Есть куда сходить. Но нужно сказать, что наши корреспонденты не теряли времени и подготовили специальную рубрику, где расскажут, что же можно увидеть сегодня в крымской столице. Об этом прямо сейчас. На большом экране американский боевик «Форсаж Хоббс и Шоу». Люк – элитный спецагент. Он предпочитает удобную спортивную одежду, большие пикапы и ведет здоровый образ жизни. Декарт Шоу – его полная противоположность. Бывший сотрудник разведки «Пижон» любит дорогие костюмы, быстрые машины и длинноногих красоток. Эти двое ненавидели друг друга, пока по воле случая мужчин не объединила опасность, грозящая их семьям. Также на экранах мелодрама «До скорой встречи». По сюжету в преддверии чемпионата мира футбольная звезда получает серьезную травму. Когда карьера спортсмена оказывается под угрозой, судьба преподносит ему еще один удар. На этот раз в сердце. Залечивать раны спортсмен отправляется в путешествие по России и встречает там любовь всей своей жизни. В кинотеатрах покажут ремейк диснеевского мультфильма «Король лев». Анимационный фильм полностью повторяет историю об отважном львенке по имени Симба, вышедшую в 1994 году. Герои, знакомые с детства, оживут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. Любителям мюзиклов покажут продолжение популярной франшизы «Шаг вперед 6. Город танцев». После шоу в Лас-Вегасе герои отправляются в Китай. Парням и девушкам из разных стран предстоит стать одной семьей и завоевать звание лучшей команды танцоров на планете. Также на экранах продолжение культового фильма о вселенной Марвел «Человек-паук. Вдали от дома». Основные действия происходят в Европе, куда Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы. Вот только отдохнуть без происшествий у ребят вряд ли получится. Саша, ну вот хотелось бы отметить, что врачи рекомендуют каждый день выпивать по 2-2,5 литра воды, а летом и того больше из-за жары, потому что у нас происходят усиленные обмен веществ, да, и больше воды мы выделяем. Но, честно признаюсь, у меня не получается выпивать столько воды. Вот даже не знаю, что с этим делать. Я читал другую информацию. Дело все в том, что действительно есть такая точка зрения, что полтора литра воды нужно выпивать. Но определенные ученые говорят, что, в общем-то, это условная норма, потому что нужно пить ровно столько, сколько тебе хочется. Ни больше, ни меньше. Поэтому, дорогие друзья, тут уж вам выбирать, как себя вести. Я думаю, что она больше нравится. Я думаю, что она более жизненная, на самом деле. Но, на самом деле, воду надо пить. Действительно, это необходима важная жидкость. Для тех, кто не знает, как все-таки выпивать в день воду, если вдруг кому-то она не нравится по вкусу, мы предлагаем вам посмотреть сюжет, чем можно ее заменить, что еще можно летом пить и для того, чтобы восполнять водный баланс в организме. Со льдом или без? Кислое или сладкое? С собой или здесь? Предпочтения у всех разные, но в самый разгар сезона цель у всех одна. Солнце, лето, раскаленный асфальт. Одним словом, жара. Оказаться в городе без единой капли воды – затея не самая лучшая. Благо, современный рынок предоставляет целый спектр способов борьбы с жаждой. Многообразие позиций в меню хорошего кафетерия удовлетворит даже самого строгого гурмана. Набор всем известных напитков дополняют сезонные предложения. Что-то хорошо освежает, а что-то приводит в тонус. Но все же классические варианты остаются самыми популярными. Вкусы симферопольцев не очень отличаются в зависимости от времени года. Хотя летом предпочтение все-таки отдается лимонадам, молочным коктейлям, возможно, холодному латы. Впрочем, большая часть жителей столицы справляется с жаждой, пожалуй, самым традиционным способом. И предпочитают… Воду. 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 Воду, наверное. Но профессиональный бариста всегда имеет в арсенале свои, более интересные способы побороть летний зной. Чаще всего это холодные коктейли. В жаркие дни их берут с собой, традиционно потягивая через трубочку. Правильный прохлаждающий напиток не только утоляет жажду, но и освежает. Изучить это непростое искусство может каждый, посетив специальные курсы, проходящие в Симферополе. Мы сейчас будем готовить красный лимонад, он же черри лимонад. Это лимонад, который готовится на основе чая каркаде. Лимонные дольки отвечают за кислоакцент. Их добавляют целиком, не выжимая сок. Но главный герой этой комбинации скрыт в самом названии. Вишня является одним из основных компонентов напитка и задает непосредственно тон приготовленного лимонада. Ягоды тщательно разминаются в стакане. Так вишня выпускает сок и делится своим вкусом с остальными ингредиентами. Добавляется лед. Немного. Много льда, никому никогда ничего хорошего не делает. Затем полстакана каркаде комнатной температуры. Этот чай издревле известен как утоляющий жажду летний напиток. Лимонад не будет лимонадом, если в нем нет пузыриков. Соответственно, добавляем чистую минеральную воду. Завершают композицию шоты лимонного сока и ванильного сиропа на фруктозе. Сахарные напитки хоть и салаткие, но совсем неэффективные. Напротив, пить после них хочется еще больше. С кислинкой тоже не стоит перебарщивать. Во всем важен баланс. Эксперимент – лучший способ понять, что подойдет конкретно для вас. Бороться с жаждой можно, конечно, по-разному. Напитки могут отличаться по цвету, объему и даже температуре. Но куда приятнее подходить к этому со вкусом. Артем Андроновский, Максим Турчев. Утро нового дня. Ну и стоит отметить, что сегодня мы уже говорили о том, что Ханский дворец сейчас находится в стадии реконструкции. А сейчас к нам присоединился гость как раз-таки директор государственного казенного учреждения Республики Крым. Крым-наследие Александр Васильевич Политов, который, я думаю, более подробно нам на эту тему и ответит, расскажет. Тема животрепещущая. Я, признаюсь честно, очень волнуюсь за наш Ханский дворец. А мне кажется, зря волнуется. Вот действительно, сейчас в интернете очень много споров по поводу реставрации, что этого делать не надо, что нарушается историческая целостность и так далее. Вот вы с этим согласны? Добрый день. Когда мы говорим о Ханском дворце, мы должны все понимать, что Ханский дворец – это единственный в мире пример дворцовой крымско-татарской архитектуры. Безусловно, на протяжении веков Ханский дворец реставрировался и уже реставрировался после присоединения Крыма в первый раз к империю. Поэтому каждую реставрацию были какие-то вопросы. Были вопросы о надобности этой реставрации. То есть недовольные всегда находились? Конечно, любая реставрация подразумевает даже частично на потере аутентичности объекта. Ну, так оно бывает. Пока методы реставрации полностью сохранить аутентичность объекта, конечно же, не предусматривают. Однако те работы, которые были выполнены в рамках федеральной целевой программы в 2016, 2017, 2018 году, они как раз дают предпосылки для проведения того комплекса ремонтно-реставрационных работ, которые возродят Ханский дворец в том былом величии, которым он был в 2017-2018 году. А что вы имеете в виду? Что будет сделано такого, что возродит? Будут восстановлены многие элементы, которые на сегодняшний день утеряны. Это в отношении Ханского дворца, в том числе и то, что касается живописи. То, что сейчас в какой-то степени утеряно или скрыто под слоями, это будет законсервировано и отреставрировано. Вся живопись на... Ну, я знаю, что действительно Ханский дворец изнутри был полностью расписан, что не было даже ни одного сантиметра белой штукатурки, но хотя мы знаем совершенно другой его вид. Как раз-таки... Ханский дворец... Вот белые стены его знаем. Ханский дворец очень сильно видоизменялся, и многие росписи уже были поздние. Были расписаны в 19 веке, были расписаны уже в 20 веке. Там огромное количество наслоений исторических. Раскрывать каждый нет смысла. То есть каждый слой живописи, он сам по себе уникален. Он является отображением той эпохи, в которую ее нанесли. Поэтому историки, которые занимаются вопросом живописи, в частности, на Ханском дворце, они, конечно же, исходят из этого посыла. Что каждый слой, он уникален. Он должен сохраняться, и раскрытие каких-либо поздних слоев, они, конечно, имеют большое историческое значение. Но это очень сложный процесс, и... Углубляться тогда не будем. И в прямом и переносном. В принципе, этим вопросом занимаются и занимаются специалисты. Александр Васильевич, ну вот все-таки предпочтение отдастся слою 16 века или 19? А чем 16 век лучше 19? Ну вот я поэтому и спросил у вас. Ну вот это уже ответят историки. Историки, искусствоведы о какой слой, а может быть, как-то они будут выставляться отдельно. То есть если какие-то технологии будут возможны. Но тут по вопросу живописи еще точка не поставлена. Я знаю, что активно идет и реконструкция крыши мечети. Там очень сложная ситуация. Не могли бы вы прокомментировать и рассказать немножко? На крыше мечети была заменена кровля, черепица. Ну вот в черепице, я знаю, заключается вся проблема, потому что не устраивала современная черепица. Когда мы говорим о Ханском дворце, безусловно, Ханский дворец, он воспринимается крышами. Многоуровневность крыши, это черепица, она... Когда она начинает уже зеленеть, это очень красивый элемент архитектуры Ханского дворца. Но та черепица, которая окрывала Ханский дворец в 16 веке, она утеряна. Ее нет на Ханском дворце. И в период реставрации, который проходил в 17-18 году, ее уже не было на Ханской мечети. То есть это тот новодел, который был установлен на Ханскую мечеть в последнюю реставрацию. И те мероприятия, которые были выполнены в рамках противорийных ремонтно-реставрационных работ на Ханской мечети, это на сегодняшний момент попытка сделать объект эксплуатируемым. Безусловно, черепица была установлена абсолютно правильно на этот объект, она там всегда была. Другое дело, что турецкую черепицу мы заказать не могли, потому что на тот момент были санкции в отношении турецких материалов строительных. Поэтому, да, установили черепицу, может быть, не той конфигурации, которая была, но, к сожалению, мы уже не знаем, как должно быть. Поэтому те мероприятия, они выполнены, они выполнены качественно, и они выполнены надежно. И крыша не будет протекать, самое главное. Объект же эксплуатируемый, это мечеть, там будут люди, да, безопасность людей, это все-таки тоже важный, не важнее, но важный элемент. Ну, хотя важнее. Что касается еще реставрации, вот, может быть, еще какие-то планируются работы такие сделать, ну, достаточно необычные, уникальные? Ханский дворец – это 16 объектов культурного наследия, ансамбль. То есть в российском законодательстве он поставлен как объект культурного наследия федерального значения. Внутри ансамбля определено 16 объектов. В рамках 13 объектов в прошлом году были заключены государственные контракты на разработку проектной документации по этим объектам. По факту проектная документация разработана, мы сейчас заходим в экспертизу на проверку проектных решений и на проверку достоверности смертной стоимости. В итоге в октябре месяце у нас будут получены положительные заключения, и уже Министерство культуры Республики Крым будет проводить торги на проведение ремонта и реставрационных работ по каждому из этих 13 объектов. Параллельно Минкультом размещена документация на разработку проектов по баням Сарыгузель и по ротонде надгробной. То есть в принципе через 3-4 года, я думаю, Ханский дворец будет полностью отреставрирован. И снова там можно будет прогуляться. Это, по-моему, просто прекрасная новость. Да. Спасибо большое. Но я так понимаю, что у нас еще будут с вами поводы встретиться. Вы говорите, что сейчас рассматривается все на экспертизе. Я напомню, у нас сегодня в гостях Александр Васильевич Политов, директор государственного казенного учреждения «Крымнаследие». Мы двигаемся дальше. И возвращаясь к теме истории хронограф, что же сегодня произошло в этот день, но много лет назад. Прямо сейчас. 5 августа 1583 года английский мореплаватель Хэлмфри Гилберт объявил остров Ньюфалдонт собственностью Британии, основав на нем поселение, которое стало первой английской колонией в Северной Америке. Сегодня эта территория входит в состав провинции Ньюфалдонт и Лабрадор Канады. 5 августа 1789 года во Франции отменили крепостное право. Появившееся в 11 веке, фактически оно исчезло в 13-м. Однако юридическую полную свободу крестьяне получили лишь 6 столетий спустя. Рабовладельчество в Западной Европе отличалось от Российской империи тем, что здесь простолюдин был привязан к своей земле, и сеньор не мог выгнать его. Крепостной имел право по своему желанию жениться и иметь своих детей. Всего этого были лишены крестьяне на Руси. В этот день, 193 года назад, в Санкт-Петербурге открыт банковский мост через Екатерининский канал, ныне Грибоедово. Один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов северной столицы. Сооружение соединяет Казанский и Спасские острова. Его архитектурная особенность – чугунные скульптуры крылатых львов с золотыми крыльями. 5 августа 1844 года родился Илья Репет. Русский живописец, педагог, профессор, действительный член Императорской академии художеств. Вошел в историю как художник-передвижник. Через творчество ему удалось отразить разнообразие окружающей жизни, охватить все стороны современности, затронуть злободневные темы. В этот день 169 лет назад родился Гиде Мапасан – французский новеллист. Изюминкой авторского стиля была всегда неожиданная концовка произведения. За творческую жизнь писатель обубликовал 20 сборников короткой прозы и 6 крупных романов. 5 августа 1941 года началась героическая оборона Одессы от немецко-румынских захватчиков. Защита города длила 73 дня. Солдатам и горожанам с сравнительно небольшими силами удалось отразить удары противника, имеющего значительное численное превосходство. За героизм, проявленный в сопротивлении врагу, 1 мая 1945 года Одессе был присвоен статус города-героя. Три года назад в Рио-де-Жанейро открылись 31-е Олимпийские игры. Спортивное состязание стало первым в Южной Америке и вторым в Латинской Америке после Олимпийских игр 1968 года в Мехико. На соревнованиях было разыграно 306 комплектов медалей. В них приняли участие рекордное количество стран – 206. Ну и хочется сказать, что благодаря чуду телевидения мы можем перемещаться сначала в Ханский дворец, а потом, например, на улице Симферополя. И предлагаем сделать это прямо сейчас, где находится наш мобильный корреспондент Александр Корнович. Саша, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, коллеги! Сегодня на улице светит прекрасная погода, 5 августа. Да, еще буквально на днях, на выходных, мы могли видеть, насколько она переменчива. Наша крымская погода. Дождь слил практически во всех регионах Крыма. Больше всего пострадал Восточный Крым в Керче. Потопило сразу несколько домов. А вот жители судака в социальных сетях в такой погоде даже порадовались и стали говорить о том, что отдыхающих на пляжах стало меньше и больше возможности появилось там отдохнуть, насладиться штормом, волнами этими самостоятельно. Ну, синоптики обещают, что сегодня на улицах будет 22-23 градуса тепла в крымской столице, но во всех остальных регионах Крыма примерно такая же будет синоптическая ситуация. 6 метров в секунду. Я говорю сейчас про ветер. Ну, а дождь может быть только вечером. Вечером обещают синоптики 17 градусов тепла в Симферополе. Поэтому не забываем брать с собой зонды. Тем более, что вот буквально совсем недавно мы могли видеть, как по улицам Крыма вот в субботу лил дождь, как сегодня ночью он был на дорогах. Я вот сейчас постараюсь вам показать. Мы можем увидеть, как размывало, вымывало водой вот эти вот камни на улице города. Но надеемся, что сегодня будет более удачная ситуация, что сегодня у нас будет возможность добраться до работы хорошо, без задержек, не намокнув. Ну, и главное, стоит помнить, что на полуострове до сих пор сохраняется высокая пожарная опасность. Стоит помнить о тех ландшафтных пожарах, которые происходят в августе по опыту прошлых лет. Ну, а тем, кто мы сегодня не на работу. Кому посчастливилось быть выходным, желаю хорошего дня. И, может быть, съездите все-таки на море. Какое побережье лучше выбрать? Где ученые нам рассказали самое чистое вода? Саренька, ты знаешь, что хорошая погода способствует борьбе с ожирением? Каким образом? Ученые выявили, что один из видов спорта под названием спортивная ходьба наиболее подходит для борьбы с лишним весом. Он наименее, скажем, травматичен для суставов и позволяет максимально эффективно сжигать калории. Но ученые также пришли к выводу, что это единственный вид спорта, который способствует хоть каким-то образом снижению ожирения. И действительно, в принципе, с этим мы можем согласиться. Хотя, стоит отметить, что есть еще пять видов спорта, которые могут некоторые аспекты привнести по борьбе с лишним весом. Это, как они сказали, ходьба, йога, походы в горы и спортивные танцы. В общем, главное приводить время в ритме и с удовольствием, мне кажется. Абсолютно верно. И хорошая погода, как я сказал, уже этому способствует. Но есть еще один вид спорта – дайвинг. Вот интересно, способствует ли он похудению, как ты думаешь? Я думаю, что способствует, потому что я как-то ходила в бассейн и точно знаю, что там можно устать, и там точно можно натренировать мышцы, по крайней мере. Ну, подробнее о том, как же тренируются мышцы во время дайвинга, в следующем сюжете. Голова окружает. Сигнал – проблема. Сигнал – смотри, допустим, на меня или смотри. Четкий инструктаж, проработка каждой детали снаряжения и условного знака. Команды инструктора доведены до автоматизма. Тем более, когда на погружении решается человек, открывающий для себя секреты подводного мира в 78 лет. Еще месяц назад Сергей Кишишьян представить себя не мог в гидрокостюме, маске и ластах. Умеренный ритм жизни крымской столицы – преклонный возраст. А потом он увидел кадры, на которых его сын помогает погрузиться инвалиду-колясочнику. Мама, я опять это сделал! Я сделал это! Такие похожие эмоции двух таких разных людей. Восторг, осознание, свобода. В воде все равны. Главное – дышать медленно, спокойно, не делать резких движений. Просто наслаждаться подводными видами и обществом причудливых обитателей морского дна. Увидеть своими глазами подводный мир в свои 78 лет – это бесподобно. На этом мое погружение не закончится. Мое погружение на тот год будет в Дахабе. В Египте Сергей будет нырять вместе с сыном. Технический дайвер с огромным опытом хочет показать отцу глубины Красного моря. Из моих достижений – это проход арки Блюхола 75 метров и заход к пещеру Нептуна 75 метров. То есть это технический дайвинг. И мне просто захотелось поделиться своими впечатлениями с папой. В этом отцу и сыну помогли качественное снаряжение, теплая погода и хорошее самочувствие. В работе с пожилыми людьми есть ряд нюансов, которые нужно учитывать. Часто у пожилых людей проблемы с давлением. И у нас при погружениях тоже идут изменения давления. Поэтому нужно обеспечить комфорт. Дайвинг противопоказан людям, имеющим хронические заболевания глаз, уха, горла, носа и челюстей. Но подводные погружения – настоящая панацея для тех, кто годами прикован к инвалидной коляске. Еще это плюс реабилитация, как и разработка суставов. Там лучше всяких этих залов, когда эти массажисты там разминают. Тут само оно все разминается. Здоровый человек передвигается в воде в первую очередь с помощью ног. Инвалидов-колясочников выручает сильный характер и опытный инструктор. Нужно узнать особенности травмы. То есть, что человеком было, что ему можно, что ему нельзя. Работа руками не приветствуется. Можно выбить у себя регулятор, можно выбить регулятор своего соседа. Ну и вообще расход воздуха увеличивается, когда работаем руками. Ни в одном фильме, ни команда Кустова мы не видим, как они грибут. Дайвинг – самый безопасный вид активного отдыха. В статистике несчастных случаев занимает 22 место сразу после боулинга. Главное – не нарушать правила, слушать инструктора, соблюдать технику безопасности. И помнить – вода ошибок не прощает. Александр Корнович, Александр Смычек. Утро. Новый день. Где рождается счастье? Мне кажется, вопрос на этот ответ, вернее, ответ на этот вопрос очевиден. Конечно же, в роддоме или в перинатальном центре. Вот оттуда у нас есть хорошие новости. Инкубаторы, которые были установлены в июне, смогли спасти уже около 20 детей. Стоит отметить, что дети рождаются раньше срока и, соответственно, их вес критически не соответствует норме. Инкубаторы помогают поддерживать их витальные функции. Кстати, по теме перинатального центра прямо сейчас у нас есть гости. Я предлагаю к нему, собственно, и обратиться. Зеединов Арсен Аблемитович, заместитель главного врача структурного подразделения перинатального центра. Я думаю, он расскажет по всех подробностях, как же происходит появление счастья на свет. Ну и, конечно же, что еще интересного в перинатальном центре происходит? Может быть, какие-то еще манипуляции там проводятся? Помимо инкубаторов, какие-то новые технологии появляются? Я думаю, вы нам сегодня и расскажете. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, хотелось бы более подробно про инкубаторы узнать, которые в июне уже установили, которые спасли 20 детей. Да. Инкубаторы для новорожденных являются экспертными моделями для выхаживания недоношенных новорожденных, как преимущество недоношенных новорожденных, в которых обеспечивается оптимальная среда. То есть такая же, как в утробе матери, для поддержания жизненно важных функций и систем. И, конечно же, для обеспечения возможности доступа медицинского персонала к недоношенным новорожденным для оказания им той или иной медицинской помощи. Арсен Аблимитович, скажите, а чем вообще занимаются в перинатальном центре? Так как перинатальный центр является уникальным структурным подразделением Республики Крым и города федерального значения Севастополя, по оказанию третьей группы медицинской помощи, то есть третьего уровня, наиболее высокого и самого высокого уровня оказания медицинской помощи по профилю акушества, гинекология и неонатология в комплексе, мы оказываем, конечно, медицинскую помощь самому тяжелому контингенту женщин, соответственно, оказываем медицинскую помощь женщинам с угрожающими преждевременными родами, с развившимися преждевременными родами, когда происходит рождение, вплоть до глубоко недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела. То есть масса тела от 500 грамм и дистанционным возрастом 22 недели. И эти маленькие крохи попадают, собственно говоря, в руки опытных специалистов, профессионалов своего дела в отделение реанимации, интенсивной терапии, где, в частности, на высокотехнологичном оборудовании оказывается медицинская помощь в комплексе. Это высокочастотные аппараты ИВЛ, аппараты искусственной вентиляции с дополнительными функциями режима вентиляции, кювезы и инфузионные насосы, мониторы. То есть все в комплексе и, конечно, заботливые руки профессионалов, врачей-нанотологов, медицинских сестер, младших медицинских сестер, те, которые днем и ночью в непрерывном режиме оказывают и мониторируют, и оказывают медицинскую помощь. Ну, правильно я понимаю, что, если я не ошибаюсь, нормальный вес ребенка – 3,600-3,800. Неужели можно 500 граммов ребенок выживет? Да, на самом деле считается нормальным сроком рождения ребенка от 37 до 42 недель с массой тела от 2,5 до 4 килограмм. Это считается нормой. Все, что меньше веса, это считается низкая масса тела. Все, что больше, называется крупный плод. Конечно, 500-граммовые дети – это особая и очень чувствительная группа. Это вот можно сравнить их, наверное, с бабочками, то есть которым при малейшем неправильном прикосновении мы можем нанести большой вред, и они очень остро реагируют на перепады под до температуры. Они, наверное, и по размеру тоже вот такие будут крохи. Они совсем крохотные, да, могут помещаться там чуть больше, да, в ладони. И, конечно же, эти новорожденные заслуживают особого, очень особого и пристального внимания. Есть вероятность, что абсолютно здоровый ребенок вырастет после вашего за ним присмотра? На самом деле эта группа новорожденных является очень высокая на риск развития разных заболеваний, потому что, конечно, у них возникает ряд определенных осложнений. В частности, это патологии нервной системы, возникают заболевания глаз, органов зрения и так далее. Пищеварительные системы. То есть это те основные сложности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно в отделении реанимации интенсивной терапии и пытаемся скорректировать ту или иную возникшую патологию и, конечно же, профилактировать ее развитие, принимая, используя самые современные высокотехнологичные методы лечения и оказания ухода. В частности, мы внедрили уже в этом году непосредственно оказание высокотехнологичной медицинской помощи таким деткам при возникновении ретинопатии, то есть того заболевания недоношенных новорожденных, так как сетчатка является наиболее уязвимым местом, возникновение патологии для профилактики, возникновение нарушений зрения. Мы непосредственно оперируем таких деток при ретинопатии сразу же в перинатальном центре. В частности, в этом месяце у нас прошло уже две таких операции. Это впервые у нас произошло по высокотехнологичной медицинской помощи уровень 2. И на подходе у нас двое еще деток, которым необходимо оказать такую помощь. То есть правильно я понимаю, что нормальная беременность к вам не попадает? Только тяжелые патологические случаи? Преимущественно да. Я еще хотела узнать статистику. Сегодня какая ситуация? Количество сложных родов увеличивается или наоборот? В перинатальном центре количество преждевременных родов, так как и в Республике Крым Российской Федерации, остается на прежнем уровне. То есть это проблема... Прежнее? Какой? Количество преждевременных родов в Республике Крым составляет 8-10%. То есть, и, конечно же, это преимущественно, преимущественно они концентрируются у нас в перинатальном центре. Особенно роды до 32-34 недель, которые при возникновении которых необходимость оказания помощи недоношенным новорожденным в отделении реанимации интенсивной терапии, которая сопряжена с отделением патологии новорожденных, после которой ребенок выписывается, собственно говоря, домой. Уже под наблюдение медицинского персонала, амбулатор. То есть мы оказываем полный комплекс помощи беременным, новорожденным, вплоть до выписки самостоятельно домой. Правильно ли я понимаю, что один из пунктов того, чтобы не попасть к вам, это правильное, грамотное планирование беременности? Не могли бы вы немножко рассказать об этом? Как запланировать ребенка? На самом деле, при возникновении желания у родителей иметь ребенка, это нужно подойти в настоящем современном мире очень ответственно. Конечно, потому что планировать ребенка нужно начинать как минимум за полгода. А в частности, нужно пройти весь комплекс обследований. Женщине обязательно посетить гинеколога, мужчине – уролога, андролога. Сдать комплекс обследований и анализов. При необходимости провести коррекцию, особенно очень важно, хронических очагов инфекции. Это очень важно, потому что это один из факторов возникновения преждевременных, в частности, родов, и куча разных последствий и осложнений для будущего ребенка. В последующем, это, конечно, коррекция всех жизненно важных органов и систем и прием определенных профилактических препаратов с доказанной эффективностью. В частности, могу сказать, что наиболее доказанной и эффективной является препараты фолиевой кислоты в дозировке 400 мкг. Это для слушателей будет очень полезно, кто планирует беременность. И едида калия в дозировке 200 мкг в сутки. Это профилактическая доза, профилактирует разникновение патологии нервной трубки плода, то есть врожденных патологий развития плода, врожденных аномалий развития. И, конечно же, планировать беременность всем. И особенно в настоящий момент не стоит пренебрегать планированную беременность для отца будущего ребенка, потому что от него это 50% успеха. И об этом не стоит забывать. Большое вам спасибо. Напоминаю, что в гостях нашей студии, к сожалению, время предподошло к концу. Мы благодарим вас за увлекательный рассказ. В гостях студии Зиединов Арсен Аблямитович, заместитель главврача перинатального центра. Спасибо большое. Я думаю, что многие для себя услышали много новой и ценной информации. Это очень важно. А мы продолжаем наш эфир и предлагаем вам прямо сейчас посмотреть, о чем же говорят крымские сегменты интернета. И снова погода не балует крымчан и гостей полуострова. Вот так после затяжных шквалистых дождей выглядит центр Керчи. Пользователи соцсетей шутят. Ехали на отдых в город-герой, а попали в Венецию. Вода по стенам и по потолку. Как оказалось, спрятаться от дождя можно далеко не в каждом подъезде. Надеемся, увидев, как вода стекает по электросчетчикам, коммунальщики поймут опасность происходящего и устранят неполадку. На этих кадрах финал схватки стихии с природой. Противостояние длилось долго, но с первых минут было понятно. У дерева никаких шансов уцелеть под таким натиском ветра. Похожая ситуация произошла и в столице полуострова. Причем, как и в первом случае, ветер сломал не старое дерево, а молодое. По счастливому стечению обстоятельств во время инцидента в салоне автомобиля людей не было. Невнимательности нарушения правил дорожного движения до добра не доведут. В результате столкновения двух автомобилей на участке трассы в районе села Каменка образовалась огромная пробка. На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет. Десятки очевидцев, карета скорой помощи и груды искореженного металла. В Севастополе внедорожник столкнулся с трактором. В результате ДТП пострадал пассажир ленд-крузера. Лето, столики, кафе на свежем воздухе и приятная компания. Для того, чтобы хорошо отдохнуть после утомительной прогулки, нужно немного. Видимо, так считают и голуби, устроившиеся на привал. Комментарии к этому видео самые разные. Одним интересно, что заказали на обед пернатые. Другие размышляют, как они оплатили трапезу. А большинство пользователей соцсети убеждены, птицы вскоре и банкоматом научатся пользоваться. Ну, я думаю, что следующая информация будет полезна абсолютно всем жителям города Симферополя. Дело все в том, что сегодня на шести улицах и переулках пропадет электроэнергия. Пропадет она на несколько часов в промежутке с 8 до 17 часов. Ну, хочется сказать, что крымские энергетики, временные неудобства для граждан, объясняют тем, что сейчас проводится плановый ремонт оборудования. И, соответственно, я бы озвучила улицы, где света не будет. Улица Бородина 22, улица Глинки 64, улица Зубцова 2, также на улице Кин не будет электричества. Ну, и без света останется улица Лавриненко и, конечно же, переулок Морешево тоже стоит внести в этот список. Дорогие друзья, если ваша улица есть в этом списке, то обязательно учтите это, когда планируете свои дела. Да, ну, я думаю, что это временные неудобства, их можно перетерпеть. И после пяти вечера, как мы уже сказали, все наладится, свет вернется. Хотя я вспоминаю, когда у нас была энергоблокада и как это было сложно без света. Но зато тогда мы все почувствовали такое единение. Помнишь, Саша, и забыли о гаджетах, прекрасно сидели всей семьей дома, возле свечки. Я думаю, что по сравнению с блокаутом, два часа это совсем песчинка, крошка буквально. Ну, что ж, у нас электричество есть, поэтому все чудеса интернета в нашей доступности. Я предлагаю прямо сейчас обратиться к нашему мобильному корреспонденту Александре Корнович, который находится на улицах Симферополя. Александра, доброе утро. Еще раз доброе утро, друзья. Я сейчас нахожусь в детском парке Симферополя, а потому что хочу вам рассказать, что в России увеличили размер детских пособий. То есть Владимир Путин, президент нашей страны, подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. А также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Сейчас право на выплаты есть только у семей, у которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудноспособного населения в регионе. Согласно закону, теперь нуждающимися семьями будут считаться и те, где доход ниже двукратной величины этого показателя. Для них единовременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере... Сейчас размер пособия составляет 50 рублей. Кроме того, в законе говорится об увеличении срока со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление по выплате. То есть, если вы после рождения ребенка не смогли вовремя оформить этот выплат, вы можете подать заявление с просьбой о предоставлении вам этих материальных выплат и попросить, чтобы вам их выплатили за последние полгода. То есть, даже если вы подали заявление, когда вашему ребенку год, вы получите денежку за последние шесть месяцев. В настоящее время это полтора года, а будет три. Отмечается, что эти изменения коснутся 70% семей, где родился первый или второй ребенок. В ходе прямой линии также Владимир Пунивич отмечал, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 1 января будут получать выплаты на ребенка около 10 тысяч рублей. Но вот пока в детском парке еще людей совсем немного, деток здесь тоже нет. Ну, потому что и время ранее на часах сейчас без 10-8, поэтому с детьми гуляют уже в более позднее время. Ну, а погода, я напоминаю, просто светит, теплая, греет. Поэтому, если вы хотите со своим ребенком, например, мамой в декрете прогуляться, либо бабушке, то у вас есть отличная для этого возможность, потому что погода потрясающая. Вот сейчас здесь работают дворники, приводят территорию в порядок, облагораживают. У вас есть вся возможность получить максимальное удовольствие от этого дня. Коллеги, вам слово. Ну, а теперь новости из мира шоу-бизнеса, но которые точно так же касаются и Крыма. Дело в том, что российский музыкант, рэпер по кличке Мот, а на самом деле Матвей Мельников, побывавший недавно в Крыму и здесь выступивший, сказал, что наш Крым ни по атмосфере, ни по красотам не уступает Монако, где он, кстати, был за несколько дней до того, как посетить наш полуостров. И отметил, что здесь даже лучше, несмотря на то, что здесь он бывал уже в основном с гастролями, а все-таки детство он провел возле Черного моря в Одессе, оказывается. Ну, абсолютно верно. Климат и атмосфера южного берега Крыма, средиземноморский антураж, он, в общем-то, похож на Монако, поэтому, наверное, я в Монако, правда, не был. Но с большой радостью поддержу. По крайней мере, звучит это очень красиво. Ну, вот мне интересно, может быть, ему симферопольские улицы напомнили вдруг Монако. Давай все-таки тоже переместимся на улицы нашей столицы, где сейчас и расскажем, вернее, нет, о новостях интернета расскажем. Ну, я хочу сказать, что наши улицы таковы, что о них в интернете только и говорят. Только и говорят, конечно. Давайте новости интернета посмотрим. Будут там крымские улицы или нет, я не обещаю, но уж интересной информации там хоть отбавляй. Новости интернета. Угливый житель океана. Под водой дайвером посчастливилось увидеть осьминога. Однако при вторжении в его личное пространство моллюск занервничал и стал маскироваться. На кадрах видно, как спрут, двигаясь от рифа к рифу, быстро меняет цвет. Удивительное гостье на свадьбе. Маленькая девочка, одетая в платье в цветочек, нацепила на себя необычный аксессуар – маску Халка. Со стороны это выглядело так трогательно и забавно, что в итоге ребенку удалось украсть минуту славы у главных героев праздника. Зачем ехать на тропический курорт, если можно создать свой? Житель штата Луизиана устроил рай на собственном участке. В результате долгой работы появился проект, превративший бассейн на заднем дворе в живописную лагуну с голубой водой и белым песочком. Кошмар человечества. Коралловый остров Хендерсон наглядно демонстрирует, насколько наша планета перенасыщена пластиком. На сегодняшний день концентрация достигает 700 единиц мусора на квадратный метр. Причина такого загрязнения – причудливая циркуляция морских течений и волны. Попытки убрать остров не дают никаких результатов. Несколько ярко-розовых качелей установили недавно в пограничной стене между США и Мексикой. Таким образом, автор хотел показать, что взрослые и дети могут беспрепятственно общаться, веселиться, дружить и быть выше политического напряжения, возникшего между этими странами. Никакие трудности не страшны ради комфорта в доме. На этих кадрах видно, как грузовик несется на большой скорости по шоссе. Ситуацию усугубляет то, что в кузове незакрепленные напольные часы, которые женщина старается удержать на месте. Чаще всего такие трюки чреваты серьезными последствиями. Необычная полоса препятствий. Какие-то хитрецы нарисовали задания для детей на асфальте. Казалось бы, это самый обычный тротуар, но как увлеченно с ним играет ребенок. Развлечение, которое поможет родителям занять свое чадо, не используя гаджеты. Я напоминаю, что свою трансляцию мы ведем с крыши жилого комплекса «Альфа». Это 16 этаж. Отсюда открывается потрясающая панорама на нашу крымскую столицу, на город Симферополь. Можно просто сказать, как в мультике, анимация сквозная. Действительно, благодаря жилому комплексу «Альфа» у нас есть такой прекрасный вид, у нас есть такая замечательная площадка и много других прекрасностей. Анимация. Я не зря упомянул это слово, потому что картинка за нашими спинами, она просто потрясающая. Об анимации наш следующий сюжет предлагаю к нему и обратиться. «А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане?» И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. История «Ежика в тумане» вышла на экраны в 1975 году и покорила сердца не только советских детей, но и взрослых. До сих пор это один из самых известных мультфильмов, созданных в технике перекладки. И хотя сегодня в моде компьютерное 3D-моделирование, такой вид анимации тоже используют. Нарисовать героев, декорации, а после вдохнуть жизнь в кусочки бумаги и заставить их двигаться. Ксения Юрьевич по образованию культуролог, но уже три года в Крымском киномедиа-центре создает мультфильмы для детей. Станок для техники перекладки. Мы видим с вами здесь закрепленный фотоаппарат. Мы видим несколько стекол. Это наша основа, куда мы кладем фон, куда мы кладем героев и освещение. Все, что нам нужно для съемки мультфильмов техники анимации, перекладная, это бумага, несколько карандашей и ножницы. На первый взгляд ничего сложного. Нужно медленно передвигать фигурки героев и поэтапно фотографировать. Процесс трудоемкий. Одна секунда видео, минимум 8 кадров. Чтобы за несколько часов снять минутный ролик, необходимо сделать не меньше 500 снимков. Небольшой сценарий в голове набрасываем. Потом мы расписываем, что нам нужно. Какие нам нужны афоны, какие нам нужны элементы. Мы обычно делаем, не пишем сценарий, но мы делаем такую раскадровку. Похожим образом создают и объемную анимацию из пластилина, а еще предметную и сыпучую. Все они относятся к разновидностям техники стоп-моушн, потому что состоят из фотографий. Если очень хочется заниматься анимацией, но нет возможности купить дорогостоящий станок, его можно сделать своими руками. Для этого вам понадобится обыкновенная картонная коробка, несколько фонов, вырезанные из бумаги герои вашего будущего сюжета и любое средство для съемки. Режиссеры в шутку называют это анимацией на коленках. В Крымском киномедиа-центре создают мультфильмы уже 5 лет. Если для старшего поколения это скорее хобби или профессия, то малышам анимация помогает развивать воображение, моторику рук и учит мыслить шире. Татьяна Балыкина, Руслан Князев. Утро нового дня. Еще раз доброе утро, друзья. Ну что ж, мы надеемся, вы уже окончательно проснулись. А если нет, заваривайте покрепче чай или кофе и усаживайтесь перед своими телевизорами. Вместе проведем еще один час увлекательного путешествия. Для вас в прямом эфире работают Салья Салямова и Александр Ткачев. Вещаем мы сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. И начинаем традиционно свой новый час с новостей. Новость очень интересная. Рыцари, доспехи, дух средневековья и Оксана Куприянова. Но стоит отметить, что в Судаке открылся фестиваль под названием «Геноевский шлем». Там он проходит традиционно каждое лето. И вот Оксана Куприянова, которой стоит даже позавидовать, побывала на этом фестивале, посмотрела все своими глазами и узнала план реконструкторов. Что интересного они подготовили для зрителей. Возле древних стен крепости идут ожесточенные бои. Стрелы, копья, средневековая артиллерия. И это не съемки продолжения культового сериала «Игра престолов». В театрализованном сражении, ображаясь языком средневековым, в Бугурте задействовано около 200 человек. Это участники клубов исторических реконструкций из России, Украины, Беларуси и Молдовы. Мне всегда это было интересно. Ну знаете, рыцарские романы, романтика, что такое. Я пошел, решил попробовать и мне понравилось, что можно безнаказанно бить людей. Я сделал себе доспех и уже в 2015 году приехал сюда впервые, чтобы принять участие в железных боях. И слово «железный» здесь имеет буквальное значение. Средний вес доспехов 30 килограммов. Сражаются рыцари по-настоящему, без шуток и поблажек. Средневековые забавы в свободное от захватнических дел время. Да убоится любой супостат граблей народной войны. Каждый зритель, а их здесь сотни, невольно становится действующим лицом этой рыцарской саги. Отложив в сторону смартфоны, мужчины оттачивают стрелковое искусство. Атмосфера помогает, наверное, попадать. И если даже взрослые поверили в ожившую средневековую сказку, то дети буквально в нее вписались. Будто бы ты настоящая королева и тебя защищают два рыцаря смелых. Это не просто фестиваль, а настоящий средневековый город, разбитый на несколько кварталов. Здесь заманивают рукодельными сокровищами торговцы, а здесь мастера помогут вам самим создать уникальный крымский сувенир. Я рассказываю, как ставить ручки, и у вас будет свой горшочек, вазочка или мисочка. И будет у вас то, что за деньги не купишь. Воспоминания, ощущения. Меха, собранный по аналогам 13 века. Горн и раскаленные угли. Кузнец в средневековье – должность почетная. Ему доставляли добытое железо. И он уже перековывал это на мечи, на орала, будем говорить так, на копья. Делали доспехи. И все это на фоне древнейшей европейской крепости – Генуэзской. Мощные стены и богатая история которой буквально созданы для такого события. Ненадолго стать жителем средневековья любой желающий сможет на протяжении практически всего августа. Фестиваль продлится с 9 по 11 и с 16 по 18 число. Поэтому не упустите свой шанс стать героями рыцарского романа. Из-за короля трата-тата. Всех порубаем, всех одолеем. Королевы, короля, джитим. Оксана Куприянова, Руслан Князев, Новости 24, Судак. Неожиданные рисунки на стенах, а также другие археологические находки были сделаны во время реставрации ханского дворца в Бахчисарае. И стоит отметить, ученые ждут еще много открытий. Завершить восстановление уникального объекта планируется к 2022 году. И потратят на это мероприятие порядка 2 миллиардов рублей. Ну а в подробностях реконструкции разобрался наш корреспондент Юрий Авдеев. Этот каменный цилиндр пролежал в земле не одну сотню лет. Его обнаружили во время ремонта на территории дворца. Оказалось, загадочный предмет – часть конструкции огромных солнечных часов. Здесь была площадь и, вероятнее всего, они стояли для главного назначения. Это пять раз в день, чтобы Муэдзин приходил и смотрел время намаза. В мечети, пережившей века, заменили кровлю. Однако внутреннее убранство только предстоит восстанавливать. Знаменитая мечеть Бахчисарайского дворца – хан Джами. Сейчас она находится в стадии реконструкции. Но службы здесь не прекращались никогда. Впрочем, сам великий хакан двух морей и двух материков здесь никогда не молился. Для него была сделана персональная молильная комната. Защищенное помещение, называемое ханская ложа. В дворцовом комплексе уже прошли противоаварийные работы. Установлен временный металлический навес. Обустраивается система водостока. Я лично и прихожане мусульмане, наши посетители, они очень желаем, чтобы в самом кратчайшем образе и на лучшем образе наша мечеть вновь открыла свои двери для мусульман. Впереди самое сложное. Реставрация 16 зданий ханского дворца обойдется в полтора миллиарда рублей. Необходимо привлечь специалистов высочайшего класса, специалистов-реставраторов. Возможно, понадобится методологическая помощь соседней страны, Турции, потому что культуры сходные, особенно в части восстановления миноретов над большой ханской мечетью. Для того, чтобы люди пришли и сказали, замечательно. Археологические находки показали, что в истории дворца еще много белых пятен, и ученым предстоит много открытий. Мы ждем проведения реставрационных работ, который в итоге нам покажет очень красивый дворец, каким его описывали путешественники. Мы ждем, что эти реставрационные работы, наконец, откроют ту часть историй, которая была еще скрыта. Впрочем, много вопросов оставляют и те артефакты, которые уже давно в экспозиции дворца-музея. С ними практически не работали ученые. Помещение Мавзолея для посетителей закрыто. Здесь собраны уникальные памятники истории и культуры, как, например, вот это надгробие 14 века, периода Золотой Орды. На нем можно увидеть кентавра, хотя в исламе существует запрет на изображение людей и животных. Первый этап ремонтно-восстановительных работ завершен. Впереди самые масштабные за всю историю ханского дворца археологические и реставрационные работы. Данные мероприятия должны быть в целом завершены до 2022 года предстоящего. Это является одним из самых крупных объектов, которые реализуются в рамках ФЦТ. ФЦП порядка двух миллиардов было Министерством культуры надоложено. По окончании работ выставочные площади музея-заповедника планируют увеличить. Потенциал у исторического комплекса огромный, как и интерес крымчан и гостей полуострова. Золотая или фруктовая комната много лет не открывала свои двери. По крайней мере, за последние три десятилетия мы здесь первые посетители. Предполагается, что именно здесь находился личный кабинет крымского хана. Это помещение также ожидают реставрационные работы. Юрий Авдеев, Иван Евдокимов, Новости 24, Бахчисарай. Саша, мне хотелось бы опять-таки поговорить о погоде. Дело в том, что ученые принялись за свое и снова нас пугают какими-то глобальными климатическими изменениями. И говорят, что вот это лето, которое в Москве выдалось холодным, да и у нас мы чувствуем сейчас прохладно, оно не является в рамках нормы, а все-таки это аномально. И вот они говорят, что южному округу это будет светить в ближайшие 10 дней. Нужно сказать, что с этим сложно не согласиться, потому что климат становится парадоксальным. И в частности, у нас отмечается некоторое потепление зим, а особенно это характерно отмечается в северных регионах. Ну вот, что заметил лично я, например, что у нас в Симферополе, который всегда был зоной умеренного климата, все больше появляется южных растений. Например, я вижу, как очень часто на приусадебных участках высаживают кипарисы, которые здесь никогда не росли, потому что холодно зимой. В отдельные зимы бывают они замерзают. Но я вижу очень много больших деревьев, которые благополучно зимуют. Более того, я заметил, как симферопольцы активно высаживают, например, кусты розмарина, которые тоже, по идее, здесь расти не должны и замерзать зимой. Очень много я видел уже этих кустов у людей, кусты уже взрослые, то есть видно, что они, может быть, с десяток лет растут. Поэтому не отметить некоторое потепление климата довольно сложно. Но стоит отметить, что все-таки растения чувствуют себя здесь хорошо, их этот климат устраивает. Давайте узнаем, какая сегодня синоптическая ситуация и будут ли люди себя точно так же чувствовать отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Ну а для тех, кто не запомнил, какая будет погода, мы сейчас продублируем и отметим. Сегодня в Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь с грозой, поэтому не забывайте брать с собой зонтики. Порвы ветра будут достигать 15 метров в секунду, а температура воздуха достигнет 24-26 градусов тепла. В Севастополе возможен небольшой дождь, даже гроза ночью, но днем будет без осадков. Температура воздуха до 26 градусов тепла. На южном берегу Крыма похожая ситуация. Там сегодня переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, а температура воздуха днем достигнет 27 градусов со знаком плюс. В Керчи тоже переменная облачность и днем, возможно, даже гроза. Днем ветер будет до 20 метров в секунду, довольно сильный. Будет он со стороны северо-запада, а температура прогреется воздуха до 27 тепла. Ну а температура морской воды в Феодосии, Алуште, Ялте прогрелась до 25 градусов в районе горы Кородак. Там плюс 23 в Керченском проливе. Тоже 25-градусная температура замечена. И в Азовском море там чуть прохладнее, 24. Но не столь важно, какая температура и погода за окном. Главное, чтобы погода была в доме хорошей. А мы, кстати, находимся на крыше жилого комплекса «Альфа», откуда открывается панорама Симферополя. И откуда, собственно говоря, мы можем с абсолютной достоверностью говорить о погоде в Симферополе. Ну а еще у меня есть новость, которая касается молодежи. И даже я бы уточнила творческой молодежи. Для них проводится фестиваль «Таврида арт». Он пройдет в августе. Ну, 23-го начнется августа. И стоит отметить, туда приглашаются все люди, которые считают себя музыкантами. И для них будет очень много интересного проведено. Знаем мы таких музыкантов. Но если вы все-таки к музыке неравнодушны, предлагаем вам посмотреть рубрику «Афиша». Быть может, сегодня какое-то уникальное музыкальное действие проходит в Симферополе. Давайте узнаем. На большом экране американский боевик «Форсаж Хоббс и Шоу». Люк – элитный спецагент. Он предпочитает удобную спортивную одежду, большие пикапы и ведет здоровый образ жизни. Декарт Шоу – его полная противоположность. Бывший сотрудник разведки «Пижон» любит дорогие костюмы, быстрые машины и длинноногих красоток. Эти двое ненавидели друг друга, пока по воле случая мужчин не объединила опасность, грозящая их семьям. Также на экранах мелодрама «До скорой встречи». По сюжету в преддверии чемпионата мира футбольная звезда получает серьезную травму. Когда карьера спортсмена оказывается под угрозой, судьба преподносит ему еще один удар. На этот раз в сердце. Залечивать раны спортсмен отправляется в путешествие по России и встречает там любовь всей своей жизни. В кинотеатрах покажут ремейк диснеевского мультфильма «Король лев». Анимационный фильм полностью повторяет историю об отважном львенке по имени Симба, вышедшую в 1994 году. Герои, знакомые с детства, оживут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. Любителям мюзиклов покажут продолжение популярной франшизы «Шаг вперед 6. Город танцев». После шоу в Лас-Вегасе герои отправляются в Китай. Парням и девушкам из разных стран предстоит стать одной семьей и завоевать звание лучшей команды танцоров на планете. Также на экранах продолжение культового фильма о вселенной Марвел «Человек-паук. Вдали от дома». Основные действия происходят в Европе, куда Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы. Вот только отдохнуть без происшествий у ребят вряд ли получится. Ну ты знаешь, Сталь, без чего сложно посмотреть хороший фильм? Без чего? Без кислорода. Ну это само собой. Без, очень часто люди запасаются попкорном и напитком каким-нибудь вкусным. Это точно, это правда. Вот лимонад подошел бы для просмотра кино, как ты считаешь? Мне кажется, более чем бы подошел. И лимонад, который сделан своими руками, я считаю, более полезен, чем, например, те газированные напитки, которые продаются и которые предлагают обычно в кинотеатрах. Не только полезнее, но еще и вдвойне вкуснее, если не в большее количество раз. Поэтому ходите со своим лимонадом. Абсолютно верно. О том, как подготовить этот напиток, в следующем сюжете. Со льдом или без, кислая или сладкая, с собой или здесь. Предпочтения у всех разные, но в самый разгар сезона цель у всех одна. Солнце, лето, раскаленный асфальт. Одним словом, жара. Оказаться в городе без единой капли воды – затея не самая лучшая. Благо, современный рынок предоставляет целый спектр способов борьбы с жаждой. Многообразие позиций в меню хорошего кафетерия удовлетворит даже самого строгого гурмана. Набор всем известных напитков дополняют сезонные предложения. Что-то хорошо освежает, а что-то приводит в тонус. Но все же классические варианты остаются самыми популярными. Вкусы Симферопольцев не очень отличаются в зависимости от времени года. Хотя летом предпочтение все-таки отдается лимонадам, молочным коктейлям. Ну, возможно, холодному латы. Впрочем, большая часть жителей столицы справляется с жаждой, пожалуй, самым традиционным способом. И предпочитают... Воду. 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 Воду, наверное. Но профессиональный бариста всегда имеет в арсенале свои, более интересные способы побороть летний зной. Чаще всего это холодные коктейли. В жаркие дни их берут с собой, традиционно потягивая через трубочку. Правильный прохлаждающий напиток не только утоляет жажду, но и освежает. Изучить это непростое искусство может каждый, посетив специальные курсы, проходящие в Симферополе. Мы сейчас будем готовить красный лимонад, он же черри лимонад. Это лимонад, который готовится на основе чая каркаде. Лимонные дольки отвечают за кислый акцент. Их добавляют целиком, не выжимая сок. Но главный герой этой комбинации скрыт в самом названии. Вишня является одним из основных компонентов напитка и задает непосредственно тон приготовленного лимонада. Ягоды тщательно разминаются в стакане. Так вишня выпускает сок и делится своим вкусом с остальными ингредиентами. Добавляется лед. Немного. Много льда, никому никогда ничего хорошего не делает. Затем полстакана каркаде комнатной температуры. Этот чай издревле известен как утоляющий жажду летний напиток. Лимонад не будет лимонадом, если в нем нет пузыриков. Соответственно, добавляем чистую минеральную воду. Завершают композицию шоты лимонного сока и ванильного сиропа на фруктозе. Сахарные напитки хоть и салаткие, но совсем неэффективные. Напротив, пить после них хочется еще больше. С кислинкой тоже не стоит перебарщивать. Во всем важен баланс. Эксперимент – лучший способ понять, что подойдет конкретно для вас. Бороться с жаждой можно, конечно, по-разному. Напитки могут отличаться по цвету, объему и даже температуре. Но куда приятнее подходить к этому со вкусом. Артем Андроновский, Максим Турчев. Утро нового дня. Саля, ты знаешь, какая самая страшная в Российской Федерации организация? Какая? Роспотребнадзор. Ее боятся абсолютно все. Я уверен, что тот вкусный напиток, который приготовил Артем, наверняка бы забраковали. Я так не думаю. Но давай лучше в этом убедимся. На личном опыте, потому что у нас в гостях уже находится Виктория Воронова, начальник отдела защиты потребителей Роспотребнадзора Крыма. У нее-то мы как раз-таки и узнаем, можно ли нарушить нормы, если приготовятся эти продукты дома. А вообще, какие нормы нарушаются сегодня, когда мы заходим в магазин? Я знаю, что очень многие нормы вновь утвердили. И давай тоже поинтересуемся об этом. Да. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Виктор. Доброе утро. Ну вот расскажите, пожалуйста, мы недавно рассказывали о том, что у нас были введены некоторые совершенно новые для нас нормы. Например, это маркировка продуктов, да, и что теперь на полках все должно быть четко расставлено. Хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали и рассказали. Как это понимать? Маркировка продуктов давно введена действиями различных технических регламентов на определенные виды продукции. Но всегда ли это применялось? Это применялось всегда с момента действия технических регламентов. В настоящий момент то, что вы говорите о правильной расстановке продукции, это тоже применяется к отдельным видам продукции. С 1 июля этого года вступила в действие норма, которая определяет для всех субъектов хозяйственной деятельности, кто реализует молочную продукцию, отдельно размещать молочную, молочно-составную и молокосодержащую продукцию от иных видов молочной продукции, которые производятся заменителями молочного жира, растительными жирами и иными жирами. Также необходимо в месте выкладки такой продукции, именно молоко, молочно-составной и молокосодержащей продукции, размещать информационную надпись «Продукты без заменителя молочного жира». Это позволяет нашим потребителям четко разграничивать эту продукцию заменителем и без заменителя молочного жира. И, конечно, понимать, что та продукция, которая заменителя молочного жира, она будет стоить немного дешевле, та, которая именно конкретно с молочными жирами, она будет стоить немного дороже. А ценники при этом будут отличаться, например, по цвету? В некоторых, да. Есть рекомендации, которые изданы совместным приказом Минпромторга Российской Федерации и Роспотребнадзором, где позволяется выделение такой продукции ценниками. Но не надо забывать, что есть четко нормативно-правовый акт. Это правило продажи отдельных видов товаров номер 55, где в пункте 33.1 указано, что такая продукция должна визуально быть разделима. Как это будет сделано, это сугубо прегрогатива уже субъекта хозяйственной деятельности. Мы рекомендуем все-таки это делать на отдельных полках, дабы не смешивать этот вид продукции, потому что даже если она выделена ценниками, рекомендации носят сугубо рекомендательный характер. Они не нормативно-правовый акт. И обязательно должна быть на выкладке, то есть на этой полке, где размещена натуральная продукция без заменителя растительного жира, обязательно должна быть хорошо читаемая визуальная надпись «Продукты без заменителя молочного жира». Мы сейчас проводим проверки всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют оборот молочной продукции. В настоящий момент уже 5% от этих субъектов, а их более 5,5 тысяч, проверено. И, к сожалению, позволяет сделать вывод о том, что не все субъекты, 80% из проверенных, допускают нарушения. То есть трактуют по-своему закон и размещают, просто отделяют это ценниками, нигде не размещают такую информационную надпись, о которой я сказала. И просто-напросто в другую информационную надпись «Продукты с заменителем молочного жира». Ну, это неверная трактовка закона, то есть это должно быть именно так, как указано в правилах. Но это теперь будет наказываться рублем? И как? Да, естественно, проходят проверки. Если выявляются такие нарушения, составляются административные протоколы на юридических лиц и на индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафов варьируется от 1000 до 3 на индивидуальных предпринимателей и на должностных лиц, и на юридических лиц от 10 тысяч до 30 тысяч. А эти правила, они касаются только молочной продукции? Да, эти правила касаются только молочной продукции. Увидеть, что натуральное, а что все-таки... Да, ну, мне кажется, это все-таки сделано как эксперимент на молочной продукции. То есть это обязательное требование. В любом случае их все должны выполнять. Но пока это экспериментируется на молочной. Далее, возможно, это будет и на других видах продукции. Просто все мы знаем, что часто в молочной продукции действительно используются какие-то жиробые добавки не молочного происхождения. Это позволяет удешевить сам товар, но люди не всегда читают состав. Вот это возвращаемся к маркировке. Что такое маркировка? Это та информация, которая нанесена на продукте. Это производители, дать и производство составе и так далее и тому подобное. Это и есть маркировка продукции. Она, к сожалению, не на всех продуктах указана, скажем так, разборчиво, где-то мелким почерком. Я знаю, что для удобства потребителей даже в некоторых наших крупных магазинах есть такие специальные лупы, которые можно попросить. Я никогда такого не встречала. Да, есть торговые сети, особенно большие, действительно есть. Это очень удобно, действительно, что человек может посмотреть, из какой продукции, из какого вида, что произведено. По поводу маркировки еще. Действительно, также с 1 июля у нас обязательная маркировка табака. Используется в Российской Федерации. До этого, с 1 марта, обязательная маркировка лекарственных средств. Также с 1 июля обязательная маркировка обуви. С 1 декабря будут дополнены еще виды продукции. Это будет и одежда, это будет другая продукция, которая также нами в обиходе вся используется. Что такое маркировка? То есть, как мы уже поняли, да, как я уже сказала, что обязательно должно быть состав продукции, из чего произведено, когда произведено, сроки годности, если устанавливаются гарантийные сроки, производитель и так далее, и тому подобное. Но еще дополнительно есть цифровая маркировка. Она наносится штрихом Data Matrix, это такой вот квадратный штрих, да, с квадратиками, которое можно, есть у нас приложение «Честный знак», его можно скачать, подвести к этому квадратику свой телефон, смартфон, да, его отсканировать и узнать, откуда эта продукция. То есть, действительно, она завезена легально, либо, возможно, ее в этой базе нет. Это единая информационная база. Раньше такое шубами было, обязательно они маркировались. А сейчас и обувь, и любая другая одежда будет. Нет, любая другая одежда, это с 1 декабря будет у нас маркироваться. Сейчас это табак, кроме меховых изделий из натурального меха, который действительно сначала проводился в 2016 году, эксперимент, далее это уже перешло на обязательный порядок. Теперь это лекарственные средства, это табак, это обувь. Далее будут добавляться другие виды продукции. Большое вам спасибо за интересный рассказ. Я думаю, что польза вашего диалога, нашего диалога, действительно большая, потому что люди не всегда знают, что же они потребляют. В гостях нашей студии Виктория Воронова, начальника отдела защиты потребителей Роспотребнадзора Республики Крым. Спасибо большое. А мы продолжаем наш эфир и предлагаем посмотреть очередную рубрику под названием «Хронограф». 5 августа 1583 года английский мореплаватель Хаумфри Гилберт объявил остров Ньюфалдонт собственностью Британии, основав на нем поселение, которое стало первой английской колонией в Северной Америке. Сегодня эта территория входит в состав провинции Ньюфалдонт и Лабрадор Канады. 5 августа 1789 года во Франции отменили крепостное право. Появившееся в XI веке, фактически оно исчезло в XIII. Однако юридическую полную свободу крестьяне получили лишь 6 столетий спустя. Рабовладельчество в Западной Европе отличалось от Российской империи тем, что здесь простолюдин был привязан к своей земле, и сеньор не мог выгнать его. Крепостной имел право по своему желанию жениться и иметь своих детей. Всего этого были лишены крестьяне на Руси. В этот день 193 года назад в Санкт-Петербурге открыт банковский мост через Екатерининский канал, ныне Грибоедово. Один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов Северной столицы. Сооружение соединяет Казанский и Спасские острова. Его архитектурная особенность – чугунные скульптуры крылатых львов с золотыми крыльями. 5 августа 1844 года родился Илья Репер. Русский живописец, педагог, профессор, действительный член Императорской академии художеств. Вошел в историю как художник-передвижник. Через творчество ему удалось отразить разнообразие окружающей жизни, охватить все стороны современности, затронуть злободневные темы. В этот день 169 лет назад родился Гиде Мапасан – французский новеллист. Изюминка авторского стиля была всегда неожиданная концовка произведения. За творческую жизнь писатель опубликовал 20 сборников короткой прозы и 6 крупных романов. 5 августа 1941 года началась героическая оборона Одессы от немецко-румынских захватчиков. Защита города длила 73 дня. Солдатам и горожанам с сравнительно небольшими силами удалось отразить удары противника, имеющего значительное численное превосходство. За героизм, проявленный в сопротивлении врагу, 1 мая 1945 года Одессе был присвоен статус города-героя. Три года назад в Рио-де-Жанейро открылись 31-е Олимпийские игры. Спортивное состязание стало первым в Южной Америке и вторым в Латинской Америке после Олимпийских игр 1968 года в Мехико. На соревнованиях было разыграно 306 комплектов медалей. В них приняли участие рекордное количество стран – 206. Для автолюбителей, наверное, пешеходов тоже есть ценная информация. В Симферополе вовсю обновляют дорожную разметку и обещают это сделать к началу осени. Глава администрации Симферополя Наталья Маленко отметила, что в основном упор делается на дороге возле учебных заведений, возле школ, потому что там необходимо, конечно же, наличие зебр в любом случае. Абсолютно верно, потому что на начало учебного года школьники спешат в школу, и их нужно собирать. И, кстати говоря, наш мобильный корреспондент Александр Корнович прямо сейчас находится в одном из мест, где же можно собрать школьников. И расскажет, как это сделать. Саша, доброе утро. Друзья, в Свере имени Тренева открылась ежегодная школьная ярмарка. Открылась она 2 августа, будет работать до 3 сентября. Вот здесь реализация ведется на 100 торговых точек. Можно купить все товары для школы, в том числе и школьная форма, и тетрадки. Вообще заявлено, что на ярмарке в основном представлены продукты местных производителей, поэтому по достаточно доступным ценам. Вот у нас мы видим разные блузки, юбки. И сейчас пообщаемся с продавцом. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая вас зовут? Тая. Тая. Меня зовут Саша. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, вот какую цену обойдет тебе блузка? Вот самая дешевая, допустим, самая дорогая. Вообще какие цены? На что мне товары? Ну, допустим, вот эти вот юбки у нас стоят по 600 рублей. Разных цены, да? Для школы это вот в ходе, да, вариант? Для школы первый класс, второй класс очень шикарный. Будет блузки, есть по 650, есть по 750. Все цены на ярмарке примерно одинаковые, да? Вот ваша площадка, она особо не отличается по ценам, или как вы скажете? Действительно ли доступные цены? Ну, я могу сказать так, что у нас, допустим, самые низкие цены. И у других, может быть, наша блузка стоит там по 800. У вас большую, да, выборную блузку, я вижу. Вот какая самая дешевая, какая самая дорогая? Самая дешевая у нас по 700. А самая дорогая? Самая дорогая это 1100. Это по такие вот. Вот сколько в целом родителям обойдется одеть ребенка в школе? Вот просто вот один комплект одежды, это юбка-блузка, допустим, жилетка. Или биджака. Девочка. Жилетки не у всех есть. Ну вот юбка, в принципе, сколько стоит? Ну, в целом, обойдется тоже 10. А есть ли на мальчика? Вот товаров до мальчика есть у вас? На мальчика нету. Ну, сколько я знаю, ярмарка, спасибо вам большое. Ярмарка работает с 8 утра. Ну, в принципе, как мы сами можем видеть, на часах сейчас половина 9. А здесь уже во всю кипит жизнь. Вот уже и рюкзаки, и тетради, как я говорила, можно приобрести даже финалы. И работает ярмарка до 15 часов, до 5 часов вечера, то есть до 17.00. Коллеги. Саш, ну вот эксперт назвал самое чистое место для купания в Крыму. Я уверена, что ты не угадаешь. А это там, где мы с тобой совершенно недавно были, на мысе Тарханкут. Там, оказывается, все течение, оно идет против часовой стрелки. Это означает, что все уносится далеко, глубоко в море, и поэтому там вода всегда кристально чистая и красивая. Ну, и более того, нужно отметить, что там нет никаких речных стоков, то есть это место полностью лишено рек. Поэтому глина и другая органика не смываются с территории полуострова, поэтому там вода действительно, как в Таиланде, белоснежный песок и бирюзовое море. И на фотках очень красиво получается. Но и там, кстати, можно, например, заниматься дайвингом профессионально, чем? Что люди и делают. Ну, а вообще о таком виде спорта мы расскажем в нашем следующем сюжете. Голова окружает. Сигнал проблем. Сигнал смотри, допустим, на меня или смотри. Четкий инструктаж, проработка каждой детали снаряжения и условного знака. Команды инструктора доведены до автоматизма. Тем более, когда на погружении решается человек, открывающий для себя секреты подводного мира в 78 лет. Еще месяц назад Сергей Кишишьян представить себя не мог в гидрокостюме, маске и ластах. Умеренный ритм жизни Крымской столицы, преклонный возраст. А потом он увидел кадры, на которых его сын помогает погрузиться инвалиду-колясочнику. Мама, я опять это сделал! Я сделал это! Такие похожие эмоции двух таких разных людей. Восторг, осознание, свобода. В воде все равны. Главное дышать медленно, спокойно, не делать резких движений. Просто наслаждаться подводными видами и обществом причудливых обитателей морского дна. Увидеть своими глазами подводный мир в свои 78 лет, это бесподобно. На этом мое погружение не закончится. Мое погружение на тот год будет в Дахабе. В Египте Сергей будет нырять вместе с сыном. Технический дайвер с огромным опытом хочет показать отцу глубины Красного моря. Из моих достижений это проход арки Брюхола 75 метров и заход к пещеру Нептура 75 метров. Это технический дайвер. И мне просто захотелось поделиться своими впечатлениями с папой. В этом отцу и сыну помогли качественное снаряжение, теплая погода и хорошее самочувствие. В работе с пожилыми людьми есть ряд нюансов, которые нужно учитывать. Часто у пожилых людей проблемы с давлением. И у нас при погружениях тоже идут изменения давления. Поэтому нужно обеспечить комфорт. Дайвинг противопоказан людям, имеющим хронические заболевания глаз, уха, горла, носа и челюсти. Но подводные погружения – настоящая панацея для тех, кто годами прикован к инвалидной коляске. Еще это плюс реабилитация, как-то и разработка суставов. Там лучше всяких этих залов, когда эти массажисты там разминают. Тут само наше разминается, да. Здоровый человек передвигается в воде в первую очередь с помощью ног. Инвалидов-колясочников выручает сильный характер и опытные инструкции. Нужно узнать особенности травмы. То есть, что человеком было, что ему можно, что ему нельзя. Работа руками не приветствуется. Можно выбить у себя регулятор, можно выбить регулятора своего соседа. Ну и вообще расход воздуха увеличивается, когда работаем руками. Ни в одном фильме, ни команда Кустова мы не видим, как они грибут. Дайвинг – самый безопасный вид активного отдыха. В статистике несчастных случаев занимает 22 место сразу после боулинга. Главное – не нарушать правила слушать инструктора, соблюдать технику безопасности. И помнить – вода ошибок не прощает. Александр Карнович, Александр Сынычек. Утро нового дня. Вот знаешь, Салья, я вот вспомню мифы Древней Греции. Помню, что боги на Олимпе пили нектар и вкушали амброзию. Да ты что, я думаю, что сейчас бы они столкнулись с другой проблемой. Наверняка у них бы была аллергия, и они бы уже не чувствовали себя богами. Абсолютно верно. Амброзия – это большая проблема, особенно для тех, кто страдает полинозами. Очень токсичная пыльца, вызывает отек слизистой и, в общем, малоприятных ощущений. Но я знаю, что сейчас этой проблемой уделяется очень много внимания. Но так ли это расскажет Алексей Александрович Калистратов, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, лично вы страдаете от амброзии? Ну, не знаю от амброзии, не от амброзии, но от чего-то страдаю. Потому что у меня уже буквально года три раньше не страдало, а вот года три наблюдаются аллергические реакции, связанные. Возможно, это амброзия, поэтому нещадно с ней боремся. Насколько нещадно? Расскажите, как вы это делаете. На сегодняшний день нами зафиксировано 29 гектар произрастания этого сорняка. И у нас заключен контракт, согласно 44 ФЗ, победителем которого предприятие Крымфлора было выявлено. И согласно этого контракта, они по улицам, по адресу накосят все очаги произрастания этого опасного сорняка. С кратностью три раза за время, с июня по октябрь, так как это активная фаза цветения данного растения. Первая кратность уже прошла. К сожалению, единоразовый покос не приносит должного эффекта. Поэтому минимум три раза мы косим этот сорняк, который приносит много неудобств нашим жителям. Алексей Александрович, вы говорите, косят. Но дело в том, что во всех европейских странах все-таки призывают к тому, чтобы полностью с корнями... Ну, я имею в виду покосом, конечно. Мы сначала совершаем покос, потом ручным образом вырывается сорняк, заливается не особым гербицидом, который можно применять в пределах населенных пунктов. И трава скошенная закапывается в ямы на глубину от 50 до метра. Это каждый раз так делается, конечно, потому что простой покос не приводит к должному эффекту, потому что растение достаточно неприхотливое, бойкое, и семена его там достаточно двух пустов, чтобы через какое-то время целый пустырь был заросший этим сорняком. Помимо этого, у нас с 1 августа объявлен месячник борьбы с амброзией. То есть все предприятия, которые есть в городе, это МБУ-город, наши жилсервисы и другие муниципальные учреждения на подведомственной территории тоже борются с этим сорняком. То есть МБУ-город – это придорожная инфраструктура, и город-зеленхоз, МБУ-парки – это общественные территории парки, ну а жилсервисы возле тех домов, которые они обслуживают. Скажите, а как вы выявляете вообще, находите эти кусты? Ну, у нас есть отдел, который занимается в целом зелеными насаждениями, который выявляет. Ну и, конечно, мы фиксируем все обращения граждан, которые поступают письменные, либо по телефонной связи. Выезжаем, фиксируем, вносим в план покоса и в план борьбы с этим сорняком все адреса, которые граждане нам в своих сообщениях указывают. То есть каждый горожанин, который где-то увидел, может по-моему обратиться? Абсолютно верно. И много обращается? Ну и достаточно много, потому что с каждым годом, в связи с тем, что растение вот именно такой злостный сорняк, ему вообще ничего не требуется, корневая система у него там до 4 метров, поэтому он прекрасно даже в засушливое время себя чувствует, поэтому постепенно территории, которые он отвоевывает, достаточно большие становятся, и поэтому граждане активно обращаются, ввиду того, что пыльца, как вы правильно заметили, токсична, и очень многие страдают аллергическими реакциями довольно сильными. А какие районы Симферополя наиболее семенины амброзией? Ну, естественно, те районы, в которых буйно растет зелень, так сказать. Ну вот объездные дороги возле озера на переулке Гренажном, там, кстати, вот выходные совершался, ну, покос и уничтожение этого сорняка, а также те области в районе Маршала Жукова, где активно производствует зелень, особенно после дождей она вообще активно растет. Да, дожди на этих выходных были... Дожди помогают всем растениям, в том числе и сорнякам, к сожалению. Большое вам спасибо. Напоминаем, что в гостях нашей студии калистратов Алексей Александрович, дедоместитель начальника департамента городского хозяйства. Спасибо. Большое спасибо. Будем бороться с амброзией все вместе. Все вместе. Спасибо большое. Ну да, давайте напомним, что можно заявить... Конечно, не можно, а нужно. Да, и на сайте можно найти всю необходимую информацию. На сайте можно найти необходимую информацию, и там есть телефоны, по которым можно обратиться. А мы двигаемся дальше, потому что дальше у нас Крым Онлайн, то, о чем говорит крымский сегмент интернета. Угливый житель океана. Под водой дайверам посчастливилось увидеть осьминога. Однако при вторжении в его личное пространство моллюск занервничал и стал маскироваться. На кадрах видно, как спрут, двигаясь от рифа к рифу, быстро меняет цвет. Удивительное гостье на свадьбе. Маленькая девочка, одетая в платье в цветочек, нацепила на себя необычный аксессуар – маску Халка. Со стороны это выглядело так трогательно и забавно, что в итоге ребенку удалось украсть минуту славы у главных героев праздника. Зачем ехать на тропический курорт, если можно создать свой? Житель штата Луизиана устроил рай на собственном участке. В результате долгой работы появился проект, превративший бассейн на заднем дворе в живописную лагуну с голубой водой и белым песочком. Кошмар человечества. Коралловый остров Хендерсон наглядно демонстрирует, насколько наша планета перенасыщена пластиком. На сегодняшний день концентрация достигает 700 единиц мусора на квадратный метр. Причина такого загрязнения – причудливая циркуляция морских течений и волны. Попытки убрать остров не дают никаких результатов. Несколько ярко-розовых качелей установили недавно в пограничной стене между США и Мексикой. Таким образом, автор хотел показать, что взрослые и дети могут беспрепятственно общаться, веселиться, дружить и быть выше политического напряжения, возникшего между этими странами. Никакие трудности не страшны ради комфорта в доме. На этих кадрах видно, как грузовик несется на большой скорости по шоссе. Ситуацию усугубляет то, что в кузове незакрепленные напольные часы, которые женщина старается удержать на месте. Чаще всего такие трюки чреваты серьезными последствиями. Необычная полоса препятствий. Какие-то хитрецы нарисовали задания для детей на асфальте. Казалось бы, это самый обычный тротуар, но как увлеченность с ним играет ребенок. Развлечение, которое поможет родителям занять свое чадо, не используя гаджеты. Ну, давай, Саша, еще скажем о том, что в Крыму намечается грандиозная реконструкция железнодорожного вокзала, который в этом году готовится открыть свои двери для первых поездов. Они проедут по железнодорожной части Крымского моста. И вот на все эти цели выделят более 5 миллиардов рублей. Сумма колоссальная. Нужно сказать, что отреставируют не только Симферопольский вокзал. Ждут восстановления вокзал в Феодосии, в Джанкое, в Евпатории. В общем, когда приедут к нам первые наши гости по железнодорожным путям, то, конечно, они будут рады видеть обновленные вокзалы, удобные и комфортабельные. Но мы видим, что у нас обновляются не только вокзалы, а и парки, сады. Вот, например, сквер Екатериненский тоже был недавно совершенно отремонтирован. И там сейчас, кстати, находится наш мобильный корреспондент Саша Корнович. Саша, доброе утро. Доброе утро. Да, друзья, сейчас я нахожусь в сквере Екатерины. Вот здесь, как вы знаете, горожане очень любят днем в фонтанах купаться дети. А между тем, ученые рассказали, где самая чистая вода в Крыму. Ну, во-первых, в Черном море, не в Азовском. Потому что, если сравнивать Азовское и Черное море, то последнее является более открытым, более глубоким. И там часто происходит обмен водными слоями. Поэтому Азовское, мы помним, что Азовское море, оно помельче. И плюс ему свойственные застойные явления, вроде цветения лиманов. Но вообще самая чистая вода в Крыму находится на мысе Тарк-Ханкут. Ну, и хочется заметить, что в Крыму появился новый ресурс для обратной связи с туристами. Курортный патруль. Единая кнопка «Курортный патруль» будет размещена на сайтах правительства Республики Крым, в страницах администрации городов, в официальных страницах, в социальных сетях. Туда можно будет обратиться с вопросами, которые касаются курортной сферы. То есть, как вас устраивает отдых, как устраивает работа предприятий курортных, которые работают на полуострове. Ну, и сообщения будут поступать на единую почту, обрабатываться специалистами ведомств министерств курортов и туризма Республики Крым. То есть, если вам что-то не нравится, вы можете составить обращение, жалобу, разместить ее на официальных порталах и с вами свяжутся. Во-первых, отреагируют. И вы можете с такой формой, с помощью такой формы обратиться. Обратиться и составить не только письменное заявление, но и прикрепить к нему видео, фото, либо просто разместить фотографии, которые вы хотели бы, чтобы увидели, с хэштегом «Крымский патруль». И тогда обязательно отреагируют. В принципе, это и будет считаться вашим обращением. Поэтому, если что-то в качестве сервиса не устраивает, вы можете предпринять меры, попросить о том, чтобы на них отреагировали. Ну, и мне кажется, если что-то наоборот очень нравится, то об этом тоже стоит говорить, чтобы тоже понимали наши власти, какую сферу вам нужно больше всего развивать, где максимально комфортно, где максимально комфортно. И, может быть, в каких направлениях стоит продолжать работать. Друзья, вам слово. Ну что ж, Саль, ты знаешь что-нибудь про Марокко? Бывала когда-нибудь в этой стране? Нет, я не была в Марокко, но мечтала бы там побывать. А что? Я знаю, что если ты не бывала в Марокко, я не бывал, то есть некоторые живые существа, которые, наоборот, из молока прилетели в Крым. И это совсем не добрая новость. Да, это действительно так. Марокканская саранча появилась у нас в Крыму. И этот опасный вредитель имеет очень хороший аппетит. Он ест все то, что любим мы с вами. То есть кукурузу, проса, горох, фасоль, пшеницу. И даже иногда они брезгуют финиковыми пальмами. А также любят инжир, оливковые деревья и цитрусовые. Ну, хорошо, что цитрусовые у нас не растут, оливок у нас мало. И не только на южном берегу Крыма, как, собственно говоря, инжир. А вот, собственно говоря, посевы злаков – это действительно то, чем славится наш полуостров. На данный момент обследовано 225 гектаров. И вредитель обнаружен на 19 из них. И Россельхознадзоры рекомендуют всем внимательно обследовать свои придомовые участки. И если вдруг выявляется этот самый вредитель – саранчат, то непременно нужно его либо самостоятельно, либо с помощью специалистов нивелировать, убрать просто. Потому что может быть просто беда на всем полуострове. Потерять урожай легко можно. Ну, а также вы можете это снять на видео и, например, прислать нам. Мы это видео покажем абсолютно всем. Если это касается новостей Крыма, то они обязательно будут продемонстрированы в нашей рубрике. Вот, например, как следующее. Давайте ее посмотрим. И снова погода не балует крымчан и гостей полуострова. Вот так после затяжных шквалистых дождей выглядит центр Керчи. Пользователи соцсетей шутят. Ехали на отдых в город-герой, а попали в Венецию. Вода по стенам и по потолку. Как оказалось, спрятаться от дождя можно далеко не в каждом подъезде. Надеемся, увидев, как вода стекает по электросчетчикам, коммунальщики поймут опасность происходящего и устранят неполадку. На этих кадрах финал схватки стихии с природой. Противостояние длилось долго, но с первых минут было понятно. У дерева никаких шансов уцелеть под таким натиском ветра. Похожая ситуация произошла и в столице полуострова. Причем, как и в первом случае, ветер сломал не старое дерево, а молодое. По счастливому стечению обстоятельств, во время инцидента в салоне автомобиля людей не было. Невнимательности нарушения правил дорожного движения до добра не доведут. В результате столкновения двух автомобилей на участке трассы в районе села Каменка образовалась огромная пробка. На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет. Десятки очевидцев, карета скорой помощи и груды искореженного металла. В Севастополе внедорожник столкнулся с трактором. В результате ДТП пострадал пассажир ленд-крузера. Лето, столики, кафе на свежем воздухе и приятная компания. Для того, чтобы хорошо отдохнуть после утомительной прогулки, нужно немного. Видимо, так считают и голуби, устроившиеся на привал. Комментарии к этому видео самые разные. Одним интересно, что заказали на обед пернаты. Другие размышляют, как они оплатили трапезу. А большинство пользователей соцсети убеждены, птицы вскоре и банкоматом научатся пользоваться. Саш, ну вот я была очень удивлена, узнав, что оказывается на Западе Винни-Пух Федора Хитрука знают и обожают. В 2008 году на Ютубе там разместили серии Винни-Пуха нашего отечественного. И американцы его посмотрели, и даже количество просмотров достигло трех миллионов. И они признали, что наш Винни-Пух намного интереснее, колоритнее, чем диснеевский. И вообще не удивляюсь этому нисколько, потому что та школа анимации, которая есть у нас, она действительно потрясающая. И в подробностях вообще школы, и вообще как анимация сотворяется, чьими руками, разобралась наш мобильный корреспондент и готова поделиться с вами, друзья. Сюжет об этом прямо сейчас. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. История ежика в тумане вышла на экраны в 1975 году и покорила сердца не только советских детей, но и взрослых. До сих пор это один из самых известных мультфильмов, созданных в технике перекладки. И хотя сегодня в моде компьютерное 3D-моделирование, такой вид анимации тоже используют. Нарисовать героев, декорации, а после вдохнуть жизнь в кусочки бумаги и заставить их двигаться. Ксения Юрьевич по образованию культуролог, но уже 3 года в Крымском киномедиа-центре создает мультфильмы для детей. Станок для техники перекладки. Мы видим с вами здесь закрепленный фотоаппарат. Мы видим несколько стекол. Это наша основа, куда мы кладем фон, туда мы кладем героев и освещение. Все, что нам нужно для съемки мультфильмов техники анимации, перекладная, это бумага, несколько карандашей и ножницы. На первый взгляд ничего сложного. Нужно медленно передвигать фигурки героев и поэтапно фотографировать. Процесс трудоемкий. Одна секунда видео, минимум 8 кадров. Чтобы за несколько часов снять минутный ролик, необходимо сделать не меньше 500 снимков. Небольшой сценарий в голове набрасываем, потом мы расписываем, что нам нужно. Какие нам нужны афоны, какие нам нужны элементы. Мы обычно делаем, не пишем сценарий, но мы делаем такую раскадровку. Похожим образом создают и объемную анимацию из пластилина, а еще предметную и сыпучую. Все они относятся к разновидностям техники стоп-моушн, потому что состоят из фотографий. Если очень хочется заниматься анимацией, но нет возможности купить дорогостоящий станок, его можно сделать своими руками. Для этого вам понадобится обыкновенная картонная коробка, несколько фонов, вырезанные из бумаги герои вашего будущего сюжета и любое средство для съемки. Режиссеры в шутку называют это анимацией на коленках. В Крымском киномедиа-центре создают мультфильмы уже 5 лет. Если для старшего поколения это скорее хобби или профессия, то малышам анимация помогает развивать воображение, моторику рук и учит мыслить шире. Татьяна Балыкина, Руслан Князев. Утро нового дня. Я напоминаю, что свое вещание мы вели с крыши жилого комплекса «Альфа». Это 16 этаж и отсюда видно весь Симферополь. Но, к сожалению, пришло наше время прощаться. Да, стоит отметить, что наше утро завершилось. Но встретимся мы с вами уже очень скоро. Буквально завтра. Включайте телевизор с 7 до 9. Обязательно проведем это утро вместе с вами. Первый Крымский Крым-24. До новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!